Уши и язык Уши и язык — это два главных инструмента тела. А как использовать брайный язык и уши? У нас есть совершенный пример Джада Бхарады. Эту замечательную историю можно прочитать в Пятой Песне Шимон Бхарады. Джада Бхарад, в одной из своих предыдущих жизней, был императором всей планеты. Хотя он отрёкся от всего, к сожалению, он привязался к оленёнку. И в поисках оленёнку он умер. Что по этому поводу говорит Кришна в Бхагавад-гита? Куда ум, о чём ум думает в момент смерти, туда вы и попадаете. Итак, он родился оленем, но Кришна также говорит, что бредное служение не проходит даром. И так он недолго оставался в тех временях, вскоре он родился в семье Бхарады. И там его имя было Джада Бхарады. И там его имя было Джада Бхарады. Смысл в том, что если вы однажды совершили ошибку, то в следующий раз два раза подумайте. И так Джада Бхарада, сделав это ошибку, он решил, что он будет действовать в человеческом обществе и будет действовать как глухой и немой. И так он и поступал, как будто он глухой и немой. И люди над ним смеялись. Они бегали за ним. Но он был решителен и в своём уме постоянно думал о Боге. Однажды его взяли, чтобы он помог нести баланкин царя. Как был его назван? Глава . И Джада Бхара, потому что он был Брахман. И Джадда Барата, он был таким, как бы, он применял ненасилие, как Браман, и он смотрел, чтобы в радиусе трех шабов не было ни одного муравья, чтобы он не наступил на них. Он был так предостерегал от рассмотрения на муравьев. И так получилось так, что три носильщика несли быстро, а Джадда Барата нёс медленно, и поэтому паланкин он начал сотрясаться. И царь сильно раздевался. И царь спросил, почему паланкин движется медленно? И остальные носильщики сказали, господин, это не наша вина, это тот новый, которого мы взяли нести паланкин. И так царь начал отсчитывать Джадда Барата. И так Джадда Барата затем начал использовать свой язык и начал говорить. И он говорил подобно льву и объяснял царю философию. И в конце концов, царь слез паланкина, он поклонился и затем стал учеником Джадда Барата. Мы вкратце рассказали эту историю, чтобы отметить один момент. Джад Барата pretended that he was deaf and dumb, but when he came to speaking the philosophy, he spoke like a lion. So what does this mean to all of us? Что это может означать для всех нас? Что мы можем из этого извлечь? Кто еще? То есть использовать язык для того, чтобы прославлять Господа, проповедовать философию, говорить Кришна-катху, то есть должны быть вещи, связанные с Богом. И избегать использовать уши и язык для того, что неблагоприятны для духовного продвижения.